Всем привет! Наступило утро 1 января. Ну, конечно же, уже давно не утро, естественно. Но, учитывая то, что здесь местные жители тоже праздновали, у них вполне себе утро. Я пошла прогуляться перед обедом. У меня утро уже давно наступило, я всё-таки жаворонок. Жаворонок, который способен героически выдерживать не спание ночью, только на Новый год. Так что мы Новый год, естественно, встретили и отметили. А вот теперь, утром, после всяких разных дел, после завтрака, завтрак был раньше тела, потом, я пошла прогуляться. Здесь по-прежнему тепло. Ну, это не совсем обычное тепло даже для Средиземноморья, для этого периода времени. Но, тем не менее, факт налицо. Вот, солнечная погода. Долгое время дул южный ветер. Ну, иногда, бывая при этом то юго-восточным, то юго-западным. Ну, в общем, южное направление сохранялось. Вот, поэтому уже длится, наверное, месяц точно. Вот даже где-то в конце ноября, в начале декабря было, так, ну, нормально для этого времени снижалась температура и всё такое. А вот сейчас держится всё время на плюсах. И даже ночью... Не, ну, на плюсах-то здесь всегда температура в Барселоне за редчайшим исключением. Вот, когда бывает, допустим, где ближе к горам, вот этот район Барселона-Альта, там бывают по ночам заморозки зимой кратковременные, вот, в нижней части Барселоны это реже случается. И там тоже заморозки, это отнюдь нечастое явление. По большей части бывают они, бывают в январе и феврале. Так что, ну да, конечно, похолодания какие-то ещё будут. Вот, ну вот, как видите, тут люди гуляют, кто сидит на лавочках, кто детей прогуливает, кто самих себя. Вот, попугаи заняты своими делами. Хотела прямо вот только вышла на эту Рамблоприм снять попугаев, они взяли, улетели. Там дети шли с мячиком, они таких громких вещей, попугаи, я имею в виду, не любят. Дети-то любят громкие всякие вещи. А европейцы Новый год, как я уже рассказывала, празднуют. В этом году они его отпраздновали обычным порядком, так же, как и своё Рождество 25 декабря. И так же обычным порядком испанцы будут праздновать день 6 января. Это день Богоявления, Крещения. И это большой праздник. Они особенно любят дети, естественно. Шествие королей, кабалькады для рейс, с вечером с 5 на 6. Ну, вот так вот это происходит. Большое мероприятие. Не знаю, в этом году у меня получится пойти снять. Когда была пандемия, конечно, его не было. Но в этом году будет, естественно. Потому что пандемии никакой нет. И у испанцев нет никакой причины его отменять. Так же точно они и на площадях собирались в своих городу. Отмечали Новый год. Они очень любят. Я не знаю, я такое не люблю. Помню, как-то один раз пошли. Я потом всё ругалась. Как собаки бездомные мотались. Поехали, значит. Не успели доехать. Чё-то там в машине по здешнему времени. Мы по московскому времени встретили. Там пока посетили. А, ну поехали в город. Ну поехали. Это было несколько лет назад. Поехали. Пока доехали, Новый год в машине наступил. Приехали мы в центр города. Рамбла. Залитое шампанским. Липкое. Ну люди там ходят. Бродят. Вот. Ну празднуют, да. Не просто ходят, празднуют. Потом на пляж поехали. Там Барселанету тоже. Чё-то там было пусто, кстати. Не очень. Там какие-то были отдельные компании. Кучки, которые на Новый год встречали. Но у них свои компании. Мы же не к ним туда полезем. Вот. Ну в общем, как я назвала это. Лазили как собаки бездомные. Вернулись домой досматривать новогодние все вот эти вот там программы. Ну а многие любят пойти на площадь. У нас тоже, я знаю, так стали с некоторого времени делать люди. Вот. Ну по телевизору смотришь. Вот мы вчера, например. Ну как вчера, уже сегодня. А, вчера на сегодня. С прошлого года на нынешний. Ели виноградинки. Под бой курантов. Вот. Мы как встречаем Новый год? Вот по российскому времени, по московскому. Значит, включаем наше телевидение. Вот. А потом, когда уже по зрешнему времени, мы включаем испанское. И там они, значит, весело там шумят. Друг друга там подшучивают, подкалывают, поздравляют. И потом, значит, вот идет этот бой курантов на центральной площади Мадрида. Люди там стоят, толпа толпищенская, там затылок в затылок. Вот это я не знаю. Ну я что-то не могу, не фанатею от этого. Вот. Смотрите, какая зелевая травка. Я помню, эту травку у нас кукошка наш любил. Петушок наш, феникс. Феникс, я ему и носила ее. Попугаи очень любят. Они ходят здесь и это все дело кушают. Маленькая птичка наша так не особенно эту травку жаловала. У нее свои зернышки были. Она такая... Не, ну кукошка тоже зерноядная. У нас как-то все птички, которые у нас были, они все зерноядные. Но маленькая птичка не фанатела от этой травы. Она другие любила вещи. Ну вот сейчас все собак выгуливают. Собаки-то гуляют же по-любому. Им-то что, ваши там все заморочки, что вы ночью не спали. Они должны утром выйти и пойти по своим делам, как они привыкли. Правильно?